Вчера был понедельник и этот понедельник ознаменовался грандиознейшим обвалом на нашем рынке. Давайте рассмотрим, что предшествовало этому и как мне на этом удалось заработать. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Но, смотрите, сейчас конец года, близится Рождество, рынок в последнее время рос невероятными темпами и вообще, ну, такое благостное настроение. Посмотрите, вот рынок падал, когда у нас в октябре, да, потом с октября месяца он непрерывно рос и ничего, в общем-то, не предвещало падения, потому что, ну, Рождество, ну, что может произойти перед Рождеством, когда все люди, все инвесторы во всем мире занимаются тем, что думают, как провести отпуск, рождественские каникулы, в общем-то, ну, ничего не должно было произойти, что у нас с рублем вообще тоже все хорошо, потому что нефть росла и рубль, после того, как он достиг вершин, вот, ну, третьего, вот, ну, в начале ноября до 80 долларов, рублей за доллар вырос, рубль непрерывно с тех пор падал, падал, доллар падал, 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 а рубль укреплялся. Ну, и в самом деле, что бы ему не укрепляться, когда хорошие сведения о вакцинах, когда начинается вакцинирование, с выборами все, ну, во-первых, решилось, там, Байден президент будет, но он будет президент только, там, с 21 января, поэтому до этого еще Трамп, то есть, ну, Трамп уже не особо тоже как-то принимает решение, он занимается, там, передачей власти, то есть, ничего не должно произойти перед Рождеством, поэтому все хорошо, с одной стороны, с другой стороны, в связи с вакцинацией ожидается восстановление экономик, то есть, рост нефти, а нефть начала расти и тоже хорошо росла, вот, с ноября месяца, вот она тоже так же хорошо росла, ну, а вы знаете, что рубль достаточно сильно зависит от нефти, вообще все, мир, дружба, жвачка, Путин абсолютно уверен, значит, что с нефтью все хорошо, ОПЕК заседала в конце декабря и решили, ну, самый благоприятный для России сценарий, то есть, увеличить добычу нефти и на Россию приходится ровно столько, сколько она хотела, то есть, вообще, все великолепно, ничего не должно было предвещать, никаких проблем на самом деле, вот, ну, а проблемы, если и будут, то понятно, что после Нового Года, но его надо пережить, поэтому, поэтому в прошлом видео я рассказывал, что у меня стратегия построена соответствующая, ну, я начал думать, что уже, в общем сказать, ну, как, когда ничего не меняется, то лучше всего вот такая вот шляпа рисуется, то есть, Кондор, мой любимый, он приносит, ну, пусть небольшую прибыль, но прибыль и достаточно стабильно и надежно, если, как бы, стоимость актива не выходит за рамки вот заданного диапазона, он колеблется здесь, ну, поэтому, значит, премия остается у меня от проданных опционов. У меня была построена стратегия, сейчас вы ее видите, которая, в общем-то, сказать, я такую же шляпу уже начал строить, правый край я уже построил, потому что там я решил, что индекс выше, чем 145, где у нас 145, вот, ну, где-то здесь до четверга не вырастет, то есть, вот он вырастет сюда, может быть, и все. Ну, там был проданный колл спред, поэтому, ну, как бы, такая ступенечка, небольшая абсолютно, вот, но я ожидал, что у меня, ну, немножечко вниз пойдет, поэтому слева у меня еще купленный пуд спред, который я собирался перевернуть в понедельник. Для тех, кто закончил курс биржи для чайников, я веду, ну, вы знаете, чат, мы обсуждаем там в чате уже люди, которые, ну, мы на одном языке разговариваем, мы понимаем, о чем речь идет, про опционы, нам это интересно, это закрытый чат, вот, и я в чат забрасываю вот такой вот график, посмотрите, видите, да, и пишу, только я вижу двойную вершину, вот, ну, и дальше идет обсуждение, что такое двойная вершина? Двойная вершина, это, ну, в техническом анализе, в принципе, фигура, которая предшествует развороту рынка, понимаете? И, значит, ну, как бы, я хотел посоветоваться, ну, один пишет, что эта вершина отработалась, я говорю, так она двойная, то есть она как раз не отработалась, смотри, раз, два, и обычно после этого идет вот достаточно резкий спад, часто бывает, но так как я не верю в технический анализ особенно, поэтому я сомневался и вот начал советоваться. Ну, в общем-то, люди сказали, что вроде и часовик для анализа мелковат и так далее, вот, рисуем это в другом масштабе, эту же вершину и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и вот мне говорят, что если посмотреть с другой стороны, то, в общем-то, есть уровень поддержки, ну, и, в общем-то, отскок небольшой вероятен, вот, и вот здесь вот на этом графике, давайте на него посмотрим внимательно, это дневной график, видите, дневной, вот, и вот она, вот видите, вот она эта двойная вершина, я говорю, а посмотрите-ка вот сюда, и здесь тоже вроде как двойная вершина, которая была в конце мая, в июне, и после этой двойной вершины тоже, ну, какая-то коррекция была, поэтому, в общем, я решил в пятницу, что я не буду менять, вот, я показываю сюда, я решил, что я не буду менять, ну, здесь ребята свои стратегии сбрасывают, вот, тоже обсуждаем, вот она, моя стратегия текущая, которая была в пятницу, вот, смотрите, здесь проданный колл спред, о котором я говорил, но это не совсем колл спред, это рейша, здесь в сторону, ну, купленных колов больше, дальних, чтобы не было такого сильного, такой сильной ямы, смотрим на красную линию, да, вот, и здесь вот такая широкая достаточно полоса, здесь 135 долларов пунктов, а здесь 132 500, вот он у меня проданный чисто симметричный путь спред, купленный, вот, и, соответственно, я говорю, что, ну, если в понедельник ничего не произойдет, коррекции сильной, то есть, как, ну, вот, она немножечко сюда дернется, я ожидал, и, собственно говоря, тогда я буду переворачивать вот эту штуку вот сюда, и у меня получится, ну, совершенно моя стандартная шляпа, вот такая, ну, скорее всего, будет вот так, вот, и, ну, какая-то небольшая прибыль будет получена, а что на спокойном рынке еще желать, вот, поэтому, вот, я нарисовал то, что я планирую сделать, то есть, вот это вот то, что сейчас у меня, а вот на следующем слайде я показал то, что, вот, видите, я эти обрубил, эти показал, вот то, что я планирую сделать, вот, здесь у меня было минус 25, 25, а будет минус 10, 10, вот, но уже в другую сторону, и ожидаемая прибыль, там, 4000 рублей вполне меня устраивало, потому что у меня на счете вот на этот момент было 27 тысяч рублей, ну, было 25, а потом, ну, добавилось немножечко, 27 стало, вот, ну, в общем, сказать, и с этими, в общем, сказать, мыслями я ушел на выходные. Вот здесь вот видно, а, ну, это уже в понедельник. Что произошло в понедельник? В понедельник резко начал падать индекс, и он всего-то упал, ничего, до 135, вот он, вот, вот, досюда упал, это было идеально, и, в общем-то, я думал, что, наверное, ничего не произойдет, но вот это вот падение принесло мне 23 тысячи рублей, было 27,873, вы видите, в пятницу, а здесь 23,022, прибавилось 23 тысячи, то есть, почти 100% заработались, вот, совершенно шикарно, вот, ну, Дмитрий, вот, пишут, что шорт, с плечами шортил, и тоже все хорошо, он счастлив, потому что Сбербанк тоже упал, и, вот, мне пишет там участник, я бы закрыл 90%, я говорю, ну, а зачем закрывать, если падение пока продолжается, если падение пока продолжается, то есть, я не стал закрывать эту позицию, стал смотреть дальше, стал смотреть дальше, ну, вот, уже 25 тысяч, вы видите, да, то есть, он немножечко упал дальше, и что происходило дальше, ну, дальше он на 135, вот здесь вот, он остановился на какое-то время, ну, я решил, что, ну, падение будет продолжено, если только, ну, как бы, если пойдет вверх, ну, я всегда могу закрыть, ну, немножечко потеряю, может быть, в прибыли, но ничего страшного. Вот, что произошло дальше, ну, а дальше это был, как бы, вот оно, вот, временная остановка вот здесь была, вот, посмотрите, вот здесь временная остановочка была, вот здесь вот он немножечко подергался, и пробил этот уровень сопротивления и пошел на 132 500, то есть, на следующий уровень, понимаете? То есть, пробит этот уровень, пошел на следующий уровень, два уровня сразу, с 140 фактически до 132 500, это 7500, ну, такие сильные движения происходят крайне редко, это очень сильные движения, и вот он уже вырос сюда, вы видите, что было 27 тысяч, и прибавляется еще 40 тысяч, то есть, всего 68 тысяч, вот, вот на этот момент, на момент съемки этого слайда, и дальше, опять же, пошла такая остановочка, остановочка, вот, ну, и я начинаю сокращать вот эту позицию, у меня было минус 25, 25, я начинаю сокращать, вот, уже у меня это после обеда, по-моему, после клиринга дневного 68 тысяч 521 рубль на счете, уже вы видите, да, и я начинаю потихонечку сокращать позицию, сократить ее крайне сложно, так же, как и нарастить, потому что ликвидность низкая, но я начинаю фиксировать эту прибыль, вот. было 27, стало 68, такой, вау, что дальше происходит, ну, я очень долго пытался сократить, ее никто особенно не брал, это ребята свои стратегии показывают, но у ребят почему-то они продают опционы на центральном страйке, я говорю, не надо этого делать, вот, не надо этого делать, потому что это страшно, потому что, когда продаешь опцион, то убыток неограниченный, вот, за гроши отдаю все, что нажито, почему-то никто не берет, ну, на самом деле, уже минус 17,17, вот, но я начинаю, я продаю, 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 и в результате вот что у меня получилось. Сегодня он опять упал, но вчера, чтобы уже не дергать судьбу за усы, значит, там, я решил, вот, из этих 64 тысяч вывести 35 тысяч на фондовый рынок, то есть, часть прибыли, это тоже часть моей стратегии, то есть, смотрите, срочный рынок, это крайне рискованные операции, крайне рискованные, они, как вы видите, могут дать огромную прибыль, больше 100%, то есть, было 27 тысяч, стало 65, ну, 67, грубо говоря, вот, ну, вот, смотри, сейчас 28,66 плюс 1850, то 29,30, там, с лишним тысячи, 35 тысяч я вывел, то есть, 65 тысяч, 67 где-то у меня было, я 35 тысяч вывел на фондовый рынок и использую дальше срочный рынок в качестве хеджирования, в связи с чем было падение, ну, вы знаете, что в Великобритании нашли новую мутацию коронавируса, там, с Брекзитом, так сказать, вся беда, и тут еще новая мутация коронавируса, все напуганы почему-то, и почему-то европейские страны, почему-то с понедельника решили отменить все рейсы в Великобританию и обратно, вот вообще все, то есть, сейчас Великобритания находится, грубо говоря, в транспортной блокаде из-за этого коронавируса, несмотря на всякие астрозеники и так далее, которые в вакцинации идет, скорее всего, выяснится, что вакцины, скорее всего, помогут от этой новой мутации, и, скорее всего, ничего страшного в этой новой мутации нет, но рынок всегда полон слухами, он перестраховывается, и в связи с этим вот такое падение непосредственно перед Новым годом и перед Рождеством. Люди просто перестраховались, ну, а мне, наконец-то, удалось на этом заработать. Ну, вы знаете, что накануне я нес постоянно убытки, потому что, ну, все ждал падения, ну, вот, наконец дождался, и, ну, по крайней мере, половину этих убытков я компенсировал за один день, ну, и вывел эти деньги на фондовый рынок от греха подальше. Что можно сказать? Ну, следите за рынком, во-первых. Во-вторых, вы видите, что опционные стратегии в случае резкого движения на рынке позволяют, вот вообще, как никакие другие, получить прибыль. Вот наглядно просто видно, что за один день больше 100% было сделано, и, в общем-то, сказать, ну, вот сейчас продолжается движение, видим, да, все-таки вниз, то есть сегодня, и, скорее всего, он уйдет на 130 тысяч. 130 тысяч – это вот, вот она сюда, он, скорее всего, уйдет. Вот, то есть сейчас я буду, наверное, что-то делать со своими, со своей стратегией, вот, ну, и буду делиться дальше. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...